Международную декларацию Красного Креста и Красного Полумесяца впервые примут в Алматы. Представители 54 стран съехались в Казахстан для участия в 10-й Европейской конференции. Аким Бауржан Байбек зачитал приветственное слово главы государства, в котором отмечена особая роль организации в решении гуманитарных проблем современности. Он также упомянул, что Алматы давно уже стал диалоговой площадкой для деловых переговоров и встреч. С начала года здесь прошли недели Евразии ОСР, а также форум цифровизации с участием глав правительств СНГ. А этой осенью в мегаполисе состоится 40-летие Алматинской декларации ВОЗ и 30-летие Европейской сети «Здоровые города». Символично, что первая в Центральной Азии конференция гуманитарной организации состоялась в Алматы в дни майских праздников. На заре независимости многонациональный народ Казахстана вместе с Ельбасе Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым выбрал мир, стабильность и интенсивное экономическое развитие. Сегодня Казахстан – ключевое государство Евразии, признанный медиатор в разрешении различных международных кризисов. От Нагорного Карабаха до Сирии. За последние годы под успешным председательствованием Казахстана были проведены Исламская конференция и саммит ОБСЕ. Уже этой осенью в Алматы будет открыт региональный хаб ООН, где на начальном этапе начнут работать порядка 20 представительств международных организаций и агентств. Алматинская декларация станет основополагающим документом для организации в ближайшие 4 года, считает президент Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокко. Последнее было принято во Флоренции. Отмечу, что на приведение юбилейного форума организации в этот раз наряду с Алматы претендовал испанский Мадрид. Благодаря работе более 17 миллионов добровольцев мы являемся крупнейшей гуманитарной сетью в мире. Однако во многом успешность наших инициатив зависит от качества их реализации на местах. Мы выражаем особую признательность Казахстану за его приверженность ценностям нашей организации.